Одно из главных событий этой осени в России ежегодный Восточный экономический форум. Он пройдет во Владивостоке, ожидается участие президента страны. Съедутся руководители основных отраслей, это бизнесмены, инвесторы и представители компаний со всей России и 32 стран зарубежья. Свои проекты на форуме представит и Якутия. Это три промышленных плюс один IT-проект. Однозначно главное строительство моста через Лену. По порядку и подробнее разбирала Саргылана Захарова. Восточный экономический форум – главная переговорная площадка власти и бизнеса на Дальнем Востоке. В его рамках представят целый пул перспективных российских и зарубежных инвест-проектов. Уже известно, что Якутия представит пять проектов, в том числе долгожданное строительство моста через реку Лену в районе Якутска. Его планируют реализовать на принципах государственно-частного партнерства путем заключения концессионного соглашения. Сегодня переговоры ведутся сразу с двумя зарубежными компаниями. Это Синогидро Корпорейшн Лимитед и китайская железнодорожная компания Си-Ар-Си-Си. Если вы спросите, почему мы одновременно сотрудничаем с двумя разными компаниями, то на самом деле это делается в целях увеличения конкуренции и в конечном итоге снижения стоимости строительства томосного перехода. И думаю, что это нормальная схема, по которой работают все другие субъекты Российской Федерации. Окончательное решение по строительству моста и об участии компаний-инвесторов в проекте будет известно по итогам Восточного экономического форума. Форум чем важен? С одной стороны, инвесторы скажут, вообще возможно реализовать этот проект или нет, сколько это будет стоить приблизительно. Соответственно, федеральные наши власти должны увидеть вот эту готовность инвесторов, потому что вы знаете, что на данный момент проект, ну, денежные средства на реализацию проекта отсутствуют, потому что он был в 2014 году. Соответственно, важно понять, какой будет объем цифры для того, чтобы их заложить, соответственно, в бюджет и понять подъем, ну, насколько возможен для реализации этот проект в рамках текущей бюджетной ситуации или нет. В этом году сразу три проекта связаны с развитием промышленности в республике. Это освоение Тарынского рудного поля по добыче золота, строительство нефтеперерабатывающего завода Валдания, а также промышленное освоение западно-анабарского участка Недр. Буквально в этом году заканчивается интерпретация полученных данных, и «Анабарнефтегаз» планирует привлечь инвестора для разработки этого месторождения. В результате мы получим крупный такой центр по добыче углеводородов в Арктике, который в дальнейшем может объединить под собой и переработку нефти, и транспортировку нефти, газа за пределы республики Саха-Якутия, а также для нужд республики Саха-Якутия. Второй проект – это у нас строительство нефтеперерабатывающего завода мощностью до 2 млн тонн по нефти в Балданском районе. Этот проект планирует реализовать Туймада нефть. Мы параллельно имеем договоренность с крупными предприятиями, которые поставляют систему ВСТО, которые готовы отпускать на наш завод, который будет построен для переработки этой нефти, для получения дизельного топлива, бензинов, котельного топлива и так далее. Не менее важный проект, реализация которого должна открыть новые грани в экономическом и социальном развитии республики – создание IT-парка в Якутске. Сегодня он является наиболее продвинутым по сравнению с другими проектами, которые представят на форуме. Уже определены инвесторы проекта – это компания «Мерлеон» и фонд развития Дальнего Востока. На месте этого поля в 4 квартале 2018 года, согласно указу главы республики, должен появиться первый IT-парк Якутии. Он откроет порядка полутора тысяч рабочих мест и создаст условия, отвечающие всем современным требованиям деловых центров первого класса. Мы постараемся сделать так, чтобы каждый этаж был структурирован как open space, где арендаторы могли бы сами, скажем так, конструировать свои площади арендуемые. Также и по вопросам, касающимся систем связи, коммуникаций различного уровня, все это должно быть предусмотрено. Там же в этом здании будет размещен центр обработки и хранения данных, СОД, дата-центр, так называемый, который достаточно перспективное направление.